Тебя связали кумачом Ну вообще-то статья 110 Криминального кодекса Украины почитайте Вы так не удосужились подтянуть свои юридические знания, к сожалению Статья 110 Криминального кодекса Украины И что нагласит? Вы по памяти мне прочитали статью, где там слово сепаратизм? Дефиниция сепаратизма это и есть, что нарушение Видите, в законах важны не только слова, а даже запятые и знаки Да, а это правильно Если в этом законе давайте говорить по очереди Мы тогда, возможно, услышим другую ответственность Со стороны вас Так вот, в законе, в том, который вы прочитали, статья 111, если не ошибаюсь Нету ни слова о сепаратизме Верно же? Нету И ни слова нету, о коллаборационизме Которое более важно Сейчас для Украины отметим закон Наказание за коллаборационизм То есть сотрудничество с врагом Сепаратизм Это такое понятие, которое не введено в законодательное поле Украины И с ними еще надо разбираться А сотрудничество с врагом Это ясно и определенно Этот закон надо принять в Украине Тем более в теперешней обстановке У меня, в принципе, все Так что вы как раз продемонстрировали Уровень слабый Все, можно говорить или сольете В юридических вопросах Вы продемонстрировали слабый уровень В котором питались меня У меня, в принципе, все Если есть вопросы какие-то Есть Нет, я вам отвечу на ваш тезис Во-первых, вы даже статью не встанете запомнить Статья 110 А не 111 110 Во-вторых, я продемонстрировал Что это меняет? Нет Если в этой статье слова сепаратизм Нету Нету, да Действительно, слова нету А вы начали с вопроса о сепаратизме То есть понятие юридических терминов у вас подшутствует? Есть определенные термин Есть определенные дефиниции В законах важны не только слова, но и знаки притянания Ну хорошо Вы наконец-то усвоили, что Канада и Штаты это федерация А то вы как-то не знали раньше Канада и Штаты это федерации? Да Штаты Соединенные Штаты Америки Да, да У них федеративное устройство Да, у них федеративное устройство Это записано в Конституции Ну вот, вот это вы усвоили Откуда у вас утверждение и на чем оно основано, что Соединенные Штаты являются федерацией? У них записано в Конституции? Да, вы правильно на этот раз интуитивно определили Именно это записано в Конституции Я вам задал вопрос Да, именно это записано в Конституции В какой статье? Я не помню статью Запомните Вы хотите более подготовлены Еще какие вопросы? Ну может у вас какие вопросы есть? Ну у меня вопросы такие Какие санкции еще надо наложить на Россию за нарушение международных законов и нарушение договоров с Украиной в том числе? Как вы считаете? Ну это лучше конечно у россиян спрашивать Ну какие? Почему у россиян? Кто преступника спрашивает, какие накладывать на него санкции и какое наказание ему предъявлять? Кто это делает? Вы в юридических вопросах ну полный прохван извините Прохван, прохван Да очень смешно Какая у вас профессия? Кем вы работали? Ну давайте можем с вами посоревноваться Кем вы работали? Не надо Я не соревнуюсь с таким уровнем Ну ваш уровень Ваш уровень Ваш уровень мне очень хорошо Хорошо известно Я просто не могу на такой уровень понизить Да да Вы Вы Кем вы Я выключил звук Кем вы работали? Давайте Включили звук Да включил Теперь включил Я задаю вопросы включаю звук Обучаю Я работал Я Я Я работал лектором в вузе Лекции читал Очень смешно А вот вы А вот вы работали А вот вы работали бухгалтером Кем я работал Меня не интересует Меня Меня Интересует Так вот Обо мне Потом поговорим А относительно лектора Лекторы Общества Как там Марксизма Ленинизма Вы же такого Возраста Что были лектором Общества Марксизма Ленинизма Верно? Абсолютно неверно Я Я Какого общества Вы выступали лектором? Я преподавал в физхимии Но это вы все равно не поймете Вот вы работали бухгалтером А наконец-то усвоили Столько будет 5 факториала Разделить на 3 факториала Бухгалтер Это в бухгалтерском учете Это арифметика Это арифметика Да да Выключаю Вы же только лекции читали И все ваши слушатели Должны сидеть Были с раскрытым ртам И вас слушать А так как вы задали вопрос Но понятия не имеете Что такое общение Приходится выключать звук Отвечать на ваш вопрос Потом я включу звук Задам возможно вопрос На который вы конечно же не ответите Так вот Относительно факториала головы Это высшая математика Она не использовалась И никогда не будет использоваться Бухгалтерском учете Это доступно вам как лектору Ответьте у меня на вопрос Доступно или нет Вы неправильно Это доступно Я выключил звук Еще раз повторю Вопрос Если вы не ответите Вы уйдете Читать лекции Возможно Кобзону очень скоро Ну да да И как Выбор То что я вам сказал Я думаю что вы быстрее идете Кобзону Я вам поясняю Лошок Это элементарная математика Деркач Деркач А высшая математика Это произвольная Ну и как всегда резюме Вот зеркало с его стрима Естественно он тут выключает звук О чем и признается Ну и этот так называемый политический блогер до сих пор не усвоил что США это федерация Как вы видели из ролика А также по своей основной профессии бывший не усвоил что такое факториал И никогда не будет использоваться в бухгалтерном случае Это доступно вам? Это конечно гениальная высшая математика Я ж не спрашивал его взять производную Ну кто не знает сообщил что факториал это раздел арифметики Причем арифметики можно сказать простейший Которые оперируют с целыми числами С натуральными Это целое положительное число Есть арифметики которые оперируют с дробями Это более так сказать сложный Сложный раздел арифметики А вот арифметика более простая Она оперирует с целыми числами У нее есть подраздел еще более простой Которые оперируют с целыми положительными числами то есть натуральными вот факториал это операции мультипликативности то есть умножение среди натуральных чисел так что нормальному бухгалтеру бы следовало об этом знать ну и какой-то смешок у него стал нервный послушайте еще раз ну на этом пожалуй все пишите комменты ставьте лайки, дизлайки обычно у меня в бонусах отжиги и ляпы украблогеров но дикобраза я вынесу в предбонусные так сказать короткие клипы а в бонусах уже будут остальные украблогеры тем более найти ляпы у дикобраза намного проще чем у иных украблогеров всем всех благ птажоров и фалака на свет и приволок под голодный подшитый материал она агентация прошло А снился нам, не стоп, как космонема Не эта ледяная синема А снился нам, дрова, дрова усома Силеная, силеная, дрова Наверно, зря жалел Деникин хама Еще раз зафиксировали, Петр, зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Некий чудак и льваны не за правду воюет Правда, в речах его правды наполненный грош Наверно, зря жалел Деникин хама То есть вычисляется по... С помощью этих распознавания лиц Вычисляются преступники Это доступно Я назвал террористы, но более широкий термин это преступники Их, в общем-то, всех и назвали русские Потому что это глагол Русские это какой чей отвечает Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии Опа, так это не было еще Ну еще А вы не знаете, как это было? 60 километров от кордона с Польшей Ага Как вы думаете, какая это может быть область? Сумская? Вау Вау С пешком в области мы жили с Польши Веселитесен Смешно 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 В sim Получение Смешно Украина Не Понятно Но В Харьковской области четвертая и сильная, но не позволит у кого учить нас жить. Я уверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гмадской области, будет только Харьковской области. Улица родная, и в непогоду дорога.